Приветствую вас. Я бы хотел начать свой ответ с того, что заметить вам по природе такого вашего отношения, такого вашего восприятия. Ну, восприятия именно вашей сестры. Дело в том, что, скорее всего, ситуация прямо связана с вашими родителями, которые, по-видимому, вас как-то отделяли. То есть, они завышали в ваших глазах сестру вашим и занижали, опять-таки, в ваших глазах вас. И таким образом сформировалась идеализация. Идеализация вашей сестры, которая сейчас, на данный момент, и обуславливает то, что вы воспринимаете ее, ну, то есть, свою сестру, как, по сути, идеального человека. Хотя, на самом деле, конечно же, это не так. На самом деле, ваша сестра не является идеальным человеком. Она является обычным человеком. Абсолютно. Но вы ее идеализируете. Почему? Потому что вы склонны считать, ну, или считать, или думать, что вы должны быть такой же. То есть, по факту, по факту, получается, такая история, что вы, как бы, вынуждены стремиться к тому, чтобы быть, ну, вот, той, какой хотели бы видеть, например, вас, ваши родители. Допустим. Соответственно, вы не можете быть такой. Потому что родители воспринимают только вашу сестру. И только ее они наделяют такими вот качествами. Ну, которые вот вы у нее видите. Соответственно, вам хочется воспринимать себя, ну, грубо говоря, такой же. Воспринимать себя так же. Вот. У вас не получается. Вы понимаете, что сестра лучше вас. Но она лучше не потому, что она такая. А потому, что ее родители и ваши родители восприняли ее такой. Воспринимали ее такой. И создали у нее образ о том, что она такая. А у вас создали другой образ. Вы наоборот, неудачница, что вы некрасивая там и так далее. Вот. И именно от этого вам и нужно избавляться. То есть, нужно избавляться от идеализации себя, ой, идеализации сестра и обесценивания себя. Для этого необходимо работать с родительскими отношениями вообще, как таковыми. То есть, нужно рассматривать, что, грубо говоря, хотели ваши родители, ну, например, от вас, что им было нужно. Что им было нужно, например, от сестры, допустим. И, соответственно, развенчать вот этот вот образ, который у вас имеется. Вполне возможно, что вы неправильно, не совсем правильно поняли то, что хотели вам донести ваши родители. Ну, в целом. То есть, родители говорили, например, что у вас ничего не получится, допустим. Но они говорили это именно по той причине, чтобы стимулировать вас. Потому что, возможно, это стимулировало вашу цифру. При этом они, конечно, не поняли того, что то, что подходит для сестры, не подходит для вас. И наоборот. Они этого не поняли. И вы из-за этого, ну, на самом деле, привыкли воспринимать все буквально. Ну вот, то, что они говорят вам, родителям именно. Я не верю в то, что ваша цифра идеальна. Почему? Потому что это и есть критическое мышление. Критическое мышление – это анализ. Это означает, что вы не принимаете на веру того, что вам говорят. Не принимаете на веру того, что, ну, то, что думают другие люди. Это означает, что вы руководствуете собой своими представлениями. У вас этого не происходит. Ну, потому что, да? Потому что вам, родители, в детство вначале, что вы хуже своей сыстры. Опыт показывает, что именно на вас, родители, накладывали больше надежд. Именно от вас, родители, ждали больше, чем от сестры. Ну, может быть, они сами этого не осознавали, но тем не менее. Тем не менее. Они хотели, но при этом умом, умом желая того, чтобы вы были лучше, они тем самым вас вдавливали все сильнее и сильнее в грязь. Ну, просто потому, что по-другому они не могли и не могли, по-видимому. Вот. Здесь, на мой взгляд, вот такой момент является определяющим. И, соответственно, можно ли говорить о том, что вы видите реального человека? Нельзя. Нельзя об этом говорить. Вы видите идеализированного человека. Соответственно, начинать нужно с анализа отношений ваших с родителями. Вот. И заканчивать уже объективным, адекватным восприятием себя. Именно себя. То есть, не других, а себя. Вы завидуете другим, завидуете, потому что вам кажется, что у этих людей есть то, чего нет у вас. Формально? Формально. Вы правы. Формально. Но лишь только формально. Формально. Потому что вы действительно не похожи на других людей. Вы действительно не такая, как ваша седра. Но у вас есть свои достоинства. У вас есть свои плюсы. Просто нужно эти плюсы найти, эти плюсы нужно увидеть, а для этого необходимо изменить представление и о себе, и о родителях, и о сестре. То есть сейчас, сейчас вам увидеть свои плюсы, оно мешает субъективить, зашеленность, взгляд, несвобода их. Соответственно, если убрать эту позицию, да? Ну, то есть, если убрать наши личные в вашем воспринятии, то мне кажется, у вас появится место, у вас появится возможность для того, чтобы начать видеть ситуацию иначе, под другим углом. Соответственно, это развенчать деструктивный образ себя и получить о себе реальные представления, которые помогут вам наслаждаться тем, что есть у вас, а не тем, что есть у других. Вот. То есть, этот элемент сравнения, да, вот вас сравнивали, посмотри, как он, посмотри, какая она. А это вот ключевой момент в этом аспекте. И мне кажется, что с него рамы нужно начаться. То есть, нет такого единого совета, который бы помог вам перестать завидовать. Ну, потому что вы делали это на протяжении достаточно большого количества времени. Но постепенно, постепенно, от этого можно обходить. То есть, вы почему обращаете внимание на других? Ну, на Твитпро, например, потому что на себя вы не смотрите, в себе вы не видите ничего хорошего. Не говорите нет, когда нужно. Не цените себя. Личные границы не устанавливайте. Понимаете? Вот. Вот. Так что, работать с самооценкой, я предлагаю начать с личной границы и принять себя. Да? То есть, по какой причине, почему вы не принимаете то или иное в себе? Ну, то есть, знаете, вот просто на генетическом уровне, да, на генетическом уровне, не может у одних родителей, один ребенок родиться красивым, да, и умным. А второй, нет, это невозможно с точки зрения наследственности. Но вполне возможно именно с точки зрения психологии. То есть, если одного ребенка, значит, примечали, да, одного ребенка обесценивали, а другого ребенка привозносили, то вот получается такая история. И мне кажется, что дело здесь не в том, что представляете из себя вы, а дело здесь именно в том, как вы себя воспринимаете и насколько вы позволяете раскрыться в себе. Насколько вы позволяете делать то, что вам нравится, насколько вы естественны. Вот. И здесь я предлагаю вам одну небольшую хитрость. Хитрость. Может быть, вы ее знаете, может быть, вы ее не знаете. В любом случае попробуйте. Смотрите. А вы не делаете того, чего хотите и хотите. Да? Ну, то есть, вот. Просто. Вы не делаете этого. Значит, вы как бы не позволяете себе, значит, ну не расслабляетесь. Вы не расслабляетесь. Вы неестественный. Чего вы добиваетесь через неестественность? Через неестественность, через похожесть, возможную похожесть на других. Вы добиваетесь того, чтобы вас признали. Вы пытаетесь быть либо такой же, как другие, как сестра, например, либо вообще никакой. Такая вот ваша, в принципе, позиция, я полагаю. На самом деле это ошибка, потому что вы и не такая, как сестра, вы не можете ей быть, но вы и не никакая. Никакой вы тоже быть не можете. Вы какая-то. Вы себе эту какую-то сну не увидите. А значит, попробуйте действовать так, как вам хочется. Просто начните делать то, что вам хочется, что-то нравится. Даже, если вы считаете, что это плохо, даже, если вы считаете, что это не нормально, даже, если вы считаете, что-то ужасно. Советливо считается, что это, там, я не знаю, никому не нужно и так далее, вот. Начните это делать. Сделайте это. И я уверен, что вот через какое-то время вы получите результат, уверен в этом. Этот результат будет по-любому лучше, чем тот, который вы получаете сейчас. Ну, просто потому что, просто потому что что угодно лучше, чем то, что вы получаете сейчас. Что угодно лучше. Не думаю, что вы будете с этим спорить. Я думаю, что вот так можно вам ответить на ваш вопрос. Конечно, чтобы перестать завидовать, нужна работа. И работа над собой. И, к сожалению, это не такая быстрая работа. Ну, ее вполне себе можно провернуть, ее вполне себе можно сделать. Главное, чтобы у вас была в этом попредственность. То есть, вот, вы говорите, что, значит, как перестать завидовать, да? Вы же понимаете, что волшебного следства перестать завидовать нет. Для того, чтобы завидовать на то, чтобы завидовать. У вас вовлечены огромные механизмы вашей личности. Огромные механизмы. Ваши механизмы. Ваши механизмы. Делает реальной вашей зависти. Чтобы зависти не было, нужно, опять же, от всего этого избавляться. Только избавившись от всего этого, вы избавитесь от зависти. Точнее, поменяв все это, вы избавитесь от зависти. Вот. Я думаю, что так можно вам ответить на ваш вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.